Сегодня на территории Российской Федерации проживает до 500 тысяч наших граждан. Из них 350 тысяч человек находятся там легально, то есть зарегистрированы в соответствующих структурах и располагают документами, имеющими вескую правовую силу. Сообщил Зеркалаас, учредитель Евразийской платформы миграционных инициатив, председатель Общественного совета при Государственной миграционной службе Азербайджанской республики Азиар-Алахвирана. Напомним, что Российское министерство внутренних дел потребовало от стран СНГ, чтобы свыше 1 миллиона их граждан, нелегально находящихся в России, до 15 июня покинули РФ. Такое заявление сделал в пятницу, 16 апреля, заместитель главы МВД Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблей СНГ. «Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия для них границ», заявил он. К большому сожалению, говорит Алахвирянов, «среди наших мигрантов есть и те, что проживают там незаконно по различным причинам, у кого-то просрочены документы, кто-то намеренно проживает там нелегально, имеет какие-то проблемы с властями и так далее». В любом случае, российское правительство анонсировало, что до 15 июня порядка 120 тысяч наших граждан должны покинуть пределы этой страны в одностороннем порядке. И если с декабря прошлого года действовал мораторий на выезд из страны, который распространялся и на наших граждан, начиная с 14 марта российское правительство позволило мигрантам, у которых просрочены документы, удостоверяющие личность, покидать пределы РФ, не используя транзитом территорию третьей страны. Между Азербайджаном и Россией действует авиасообщение «Сухопутные границы закрыты». Это значит, что после 14 марта любой желающий гражданин Азербайджана с просроченными документами может покинуть пределы РФ посредством авиарейсов. Но мы понимаем, что авиарейсы не всегда доступны. И по этой причине некоторая часть наших граждан остается в России, дожидаясь лучших времен, когда откроются сухопутные границы. Однако пока еще нет официальной информации по поводу открытия сухопутной границы, а потому следует ожидать, что после соответствующего требования МВД России сухопутные границы тоже откроются в более интенсивном режиме. Не так, как это было раньше, раз в месяц, но скажем, дважды в неделю, чтобы наши нелегальные мигранты, которые находятся в этой стране с просроченными документами, могли спокойно пересечь границу и вернуться в страну, сказал он. До 15 июня нелегальным мигрантам предоставлен своего рода временной лимит нахождения в Российской Федерации. За два месяца наши нелегальные мигранты должны над этим задуматься, поскольку в противном случае после истечения этой даты в их отношении будут предприняты достаточно строгие меры. Тут одним штрафом не отделаешься. Это и факт депортации, и запрет на въезд на территорию Российской Федерации в ближайшие 5-10 лет. «Мы тоже можем как-то помочь нашим нелегальным мигрантам, в частности, обеспечить их соответствующими документами», — полагает Аллах Верян. Например, в 2006-2007 годы, когда азербайджанские граждане оказались в таком правовом вакууме, с одной стороны, закон не позволял им находиться на территории РФ, а с другой, не было такой возможности правовой, национальное правительство предприняло достаточно интенсивную и мощную информационно-правовую кампанию. На местах в крупных городах России создавались правовые центры, куда они могли обращаться, здесь оказывалась соответствующая правовая поддержка, в том числе и в контексте обеспечения их соответствующими документами. Думаю, этот опыт можно реализовать и сейчас. Диаспорские организации, дипломатические структуры, а также полевые структуры службы АСАН могут организовать предоставление новых документов наших, обеспечить их паспортами и так далее. В этом вопросе, думаю, можно активно поработать. Два месяца – небольшой срок, но для того, чтобы обеспечить документами некоторую часть наших мигрантов, времени достаточно. Требования российской стороны касаются не только азербайджанских мигрантов, напомнил специалист. Они распространяются на, как минимум, 1 миллион 130 тысяч человек, в основном граждан СНГ. Главным образом – Украины, а также Казахстана, Молдовы, Грузии, Армении и так далее. Азербайджан входит по этому показателю в первую пятерку стран, занимает четвертое место. Понятно и то, что достаточно сложно для российского правительства создать тот механизм, на основе которого будут выявляться нелегальные мигранты. И по этой причине упомянутое требование рассчитано в первую очередь на то, чтобы люди сознательно и добровольно покидали территорию страны. Тем самым правительство как бы освобождается от некоторой части груза нелегальных мигрантов. Словом, определенная часть заявленных 120 тысяч нелегальных мигрантов до этого срока может быть обеспечена документами, а другая покинет АРФ. Безусловно, это может создать некоторую напряженность на местном рынке труда. Поскольку большая часть этих людей не имеет работы, и вернувшись в страну люди будут трудоустраиваться. Но по большей части, вернувшиеся в Азербайджан именно в рамках этого требования, будут дожидаться лучших времен для того, чтобы снова отправиться в Россию. То есть, имеющие проблемы с документами люди будут их решать и дожидаться возможности для въезда в АРФ. Пока из-за пандемии въезд в соседнюю страну закрыт. Полагаю, что большая часть нелегальных мигрантов при возвращении в Азербайджан будет думать о том, чтобы по истечении определенного времени вернуться в АРФ, чтобы работать там уже на легальной основе. Субтитры создавал DimaTorzok